всем приветики так сегодня рассказываю как посеять ну хоть что в торфяные таблетки ну во первых торфяные таблетки их надо залить водой вода теплая и я наливаю в каждую ячеечку водичку чтобы у нас таблеточки разбухли ведь они хорошо впитывают влагу и они должны разбухнуть маловато я налила но надо подождать чтобы они у нас таблеточки разбухли то есть они должны вообще увеличиваться вот так вот знаете я вот их купила они знаете какие-то интересные такие покупала где их покупала их купола низко цене вот или не в низко цене фикс прайсе не помню короче я их взяла вот что они не сильно дорогие были вот ну вообще что-то вот я взяла они мне не очень вперед как-то были знаете такие как торфяные что ли а это знаете на торфяные не похожи они похожи знаете на какие-то как напилки твердоватые вот ведь уже приподнимаются разбухают и вот как разбухнут они то я их буду так там у меня видите они не будут больше добавлять потому что там водичка у нас есть снизу дырочки у них посеток вот и пусть они разбухают но это хорошо что во влажном будут находиться постоянно вот но я сегодня буду сеять баклажаны я вам говорила посылажу только алмаж вот что-то тут что-то наговорил что вот эти вот белые очень вроде как бы вкусные поэтому я решила посадить еще белых вот 12 штучек но вы знаете я наверно буду сеять по два зернышка а может и по три потому что у меня здесь видите достаточно много семян этих не 12 штучек а я вот посажу вот это 12 кассеты мне хватит поэтому буду садить по два но можете и по три воткну ну вот видите разбухли они даже прям влажные смотрите вытащила в одной было вот это вот но вообще скажу так безобразные таблетки вот значит смотрите вот здесь в середине есть такое углубление но я уже их тут перекеремесила все поэтому углубления нет вода посмотрите практически впиталось ну еще там есть чуть-чуть пусть будет я ничего вытаскивать не буду это пока не взойдет хватит вот здесь вот у них в таблеточках такой как углубленица есть но это если вы вот одно садите то можно в это углубление вообще его вот легко это как грунт получается вроде у вас вот но по идее они должны как в такой оболочке быть но что-то они без оболочек идут сейчас но экономит у нас на всю но и поскольку поскольку они получаются как грунт 7 как в обычный грунт главное что вот вы их размочили не нас у них сухие кладете не в какие а просто сначала размачиваете ну и делаю значит одно зернышко второе зернышко поскольку поскольку я сажаю баклажаны то они у меня должны находиться в почве данном случае внутри глубине торфяной таблетки схожесть у баклажанов всегда плохая вот поэтому если вам надо много сети с запасом если вы сеете допустим там питанию или какие-то другие семена которые сходят на поверхности почвы то соответственно не надо их заглублять прям сверху на землю положили и пусть они у вас сходят так наверное по 2 посею сюда не буду я по 3 чуть не нравится мне в таблетке запах какой-то от них не очень хороший чтобы знаете я еще останутся я их посажу просто хорошую земельку ну уж как я простую землю по себе я показывать не буду потому что я сеяла перец у меня есть точно также сеется это я просто у меня сегодня цель показать как сеть в таблетке как они должны разбухнуть и потом только в них сеять они на сухие потому что ну знаете я понимаю что садоводы огородники опытные уже знают как все это делать но ведь есть у нас и молодые дачники огородники которые не знают как это сделать поэтому я показываю как сделать вообще я купила эти таблетки хотела петунию а что-то потом не знаю не стала петунию ну и это ты купила 1 поселение не первый но последний раз и все плевать естественно уже не надо вот вы закинули зернышки поливать их не надо пусть они сидят в почве там снизу есть еще вода потому что в каждой ячейке есть еще отверстие через который идет сливается жидкость лишние вот таким вот образом 7 все и подписываете и убираете ну знаете что я скажу так почему подписывать надо просто потому что я один раз поселила не помню я что поселом да наверно баклажаны и села посела и жду 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 не подписала знаю что там баклажаны и жду жду когда за они не сходят и не сходят не сходят я уже стала думать господи а когда же я их посеяла то в общем короче я их не подписала когда поселила и жду 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 и потом уже я записала число с какого я начала смотреть потому что это самое а еще и до этого там прошло наверно может недели две или три не в общем короче они не сходили не сходили чтобы знать пересевать вам или не пересевать эту рассаду поэтому именно поэтому подписывать они для того чтобы там чего-то ну и сорт конечно белый с синим я думаю что лучше отдельно посадить чтобы они там не перепылялись а потому что перепыляться кто и знает от друга заявлено что нет горечи они перепыляться кто его знает какие они возьмут свойства ну и так немножко придавлю ровненько чтобы было что все не сильно давите так слегка 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 легонечко так притрусить и вот все значит я так думаю что наверное не надо нет накрою все таки убираю пакет пока они у меня ничего потом не поливаю влаги здесь хватит вот в пакет и пусть они у меня сходят опять же как я вам говорила не забудьте посматривайте чтобы так только появятся я думала дней 10 они там за пять дней у меня зашли растут и растут и вытягиваются под этой пленкой поэтому обязательно смотрите как появятся петелечки сразу на свет под лампу лучше всего под лампу потому что свет свет вроде на окно до окажется на окне но световой день у нас короткий еще конец февраля сегодня какой 26 февраля вот день очень короткий световой поэтому света не будет хватать это не лето это летом хватает там в пять утра расцветает и до 12 часов вот ну а вот эти вот у меня остались семена я их уже знаете посажу в почву нормально что-то мне эти таблетки сами по себе не нравится все пакетик беру не знаю здесь у меня в этот лезет раз под доном потому что там ну лишняя жидкость которая здесь есть она будет просто напросто жить летать ну и знаете тоже заглядывайте про и при открывать и тут у меня там спрашиваю у вас и там плесень плесень почему потому что и проветривала вот если бы если открывать проветривать туда она не будет не пресс ничего если это естественно заплесневеет возьмите тряпку какую-нибудь мокрую киньте на пол прикройте еще чем-нибудь целлофаном ясно что у вас плесень появится а потом откройте она никуда плесень бывает разная бывает полезного и конечно не полезная вот высохнет все нормально будет на воздухе все на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и задавайте вопросы отвечу на что смогу все пока пока